И как же мне не вспоминать друзей своих погибших лица? Это был патриот Советского Союза, Белоруссии, больше чем я. Уже с детских лет, с пионерских лагерей, все это готовился, готовился, и не представлял себе другой какой-либо специальности, кроме как идти в армию и служить. Хоть время лучше, лекарь ран, тускнеют краски понемногу. Он после окончания десятилетки написал заявление в Киевское училище, Общевоисковое училище, но туда он не попал, ему не хватило там какой-то десятой доли балла. Ну и он пошел в энергетический институт. И вот это вот все время, постоянные годы в учебе его в энергетическом институте, сплошные походья, что зимой, что летом. Чем он только не занимался. И вот водный слалом, подводное плавание, и парашют. Вот он напрыгал там нескольких десятков прыжков. Наконец его взяли в армию и направили в спецназ, куда он мечтал. Это была его заветная мечта оказаться в войсках специального назначения. И вот он здесь попал в Марину Горку. Через несколько месяцев он добровольно написал рапорт, чтобы его направили в Афганистан. Когда он уезжал в Афганистан, к тому времени он женился и уехал. И ты ушел, приказ оттан, ты верен долгу и присяге. Андрей родился без него. Андрей его не видел. Большая беда, конечно. Андрей эту память и принадлежность свою к отцу, конечно, несет с большим уважением. Внук оказался вполне достойным своего отца. Год тому назад приезжала правительственная делегация из Южной Осетии. Они приехали, привезли венок от президента Республики Южной Осетии. Съездили мы и в Марину Горку, и здесь в музеи были, и на острове были. И вот сделали такой фильм. Неблохой фильм получился. О Павлике много написано. Павлик не забыт и остался в памяти своих земляков. Посмотрите, ребята, посмотрите, левчата, память лица поставила в ряд. Это парни, которым будет вечно подваться. Это те, кто прославил десант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова